Добрый день, с вами компания Кровмонтаж, меня зовут Мороз Алексей. В прошлой серии мы рассказывали вам о вентиляции кровли, о диффузионном зазоре, о продыхе кровли, так скажем, на краю, на карнизе. И, в принципе, вы правильно задали вопросы, и предыдущий репортаж был несколько незаконченным, так как вас интересует устройство этого продыха. За счет чего 2,5 см здесь выдерживается зазор. Может, вентиляционная лента ПВХ, она закрывает этот зазор, который, дышащий зазор, капельник перекрывает щель, здесь остается зазор 2-3 см, то есть для циркуляции воздуха. И все, в принципе, вот так готовый карниз. Дальше металл будет цепляться за вот эту кромку, и... Хочу показать кое-что. Вот, обратите внимание, мы нарезали обычную полипропиленовую трубку для водоснабжения. Мы отмерили по 2,5 см. Вот это нам обеспечивает зазор. Вставляем сюда. Подставляем сюда эту трубку, вставляем сюда длинный самолет. И закручиваем. И вот за счет этого у нас обеспечивается продых. Сюда здесь засасывается воздух, чтобы не было конденсата на кровле. И, значит, там у нас сетка из ПВХ вентиляционная. Туда птицы, осы и всякие насекомые не попадают. И я считаю, что на самом деле такой продых кровли намного действеннее, чем вот некоторые устраивают здесь перфорированный софит. Мне лично не нравится. Потому что продых кровли, он на самом деле правильный, и он действенный именно в этом месте. В части будет устанавливаться вентилируемый конек. С этой стороны металл придет. Еще это лишнее обрежется или сюда завернется. И будет сверху ставиться вентилируемый конек. И здесь будет циркуляция воздуха. Уже сейчас очень, так скажем, здесь высокая температура. Градусов, я бы сказал, 30 тепла. Если бы не было этого продыха, то был, могу сказать, что кровля дышит. Если бы не было продыха, то был бы конденсат, это 100%. Вентиляция кровли состоит из двух частей. Одну мы только что вам показали, как вентилируется карниз. Вторая часть должна быть сверху. Достигается это путем вентилируемого конька. Мы сделали здесь вентилируемый конек. Вот здесь виден как раз продых. Под коньком тоже сетка, чтобы не было насекомых. Таким образом крыша полностью вентилируется. Компания Кровмонтаж сдает очередной объект. И опять нам за него не стыдно. Не заплатили. Ты снимаешь? Да конечно. Компания Кровмонтаж на этом заканчивает официально этот объект. Желаем всем хорошей кровли, теплого солнца, ласкового голубого неба. Значит, что сказать. Не забывайте подписываться на наш канал. Обязательно звоните, задавайте вопросы. Кто хочет получить качественную крышу, звоните. Мы обязательно к вам приедем и сделаем крышу. И не будет проблем. До новых встреч. Меня зовут Мороз Алексей и оператор Василий. И нам как всегда не стыдно за свою работу. Да.